Привет! С тобой Наташа Фрэш и ты смотришь новости первого на музыке первого. И пока мы с тобой не виделись, раскрыли подробности второго сезона игры в кальмара. Дина Саева призналась, что болела булимией. Негатив выдал классику рэпа на своем сольнике. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дина Саева призналась, что долгое время болела булимией. Блогерша рассказала о тяжелом периоде своей жизни, когда она не могла контролировать переедание. Вот как она это описывает. Обычно это происходило за ужином, когда мы после тяжелого дня садились с друзьями и что-то заказывали. Конечно, я очень сильно набрала в тот период жизни. Сейчас Дина всерьез задумалась о своем здоровье. После консультации с врачом она начала практиковать интервальное голодание и чувствует себя сейчас гораздо лучше. Респектуем за откровенность и надеемся, что ее история поможет людям с похожей проблемой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что если совместить классику и хип-хоп? Такой музыкальный эксперимент провел Негатив. Вова собрал всех своих поклонников на необычном концерте, где исполнил свои треки под симфонический оркестр. Мы такое не пропустили и узнали, как зрители приняли перформанс Негатива и как вообще дела у легенд школы рэпа. Погнали смотреть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как рэп и классика вообще может сочетаться? Занимался в свое время и вокалом, и занимался музыкой по классу баяна, по классу трубы. Каких-то там сверхвысот я в этом не достиг, поэтому вот такой опыт был. Я думаю, что он пригодился. Так складывается, слава богу, что есть люди, в которых это откликается, которые приходят. Слово Негатив один из немногих, кто не просто рэп-артист, он у меня прям музыкант хороший. Он выглядит немножко как парень с района. С другой стороны, та лирика, которую он исполняет, да, она достаточно глубокая. Вырос наш Вова, мы вместе с ним выросли, пора уже выходить с улицы, приходить в концертные залы. Смог бы кто-нибудь из новых чуваков вот точно так же выйти с оркестром выступить? ЛД, если это можно считать рэпом. Баста, например, вот он бы здесь очень хорошо вписался бы. Это вообще какая-то, мне кажется, очень модная история в последнее время. Всякие олланы делали, даже Грот делал. Сто процентов баста, и, ну, мне кажется, что он и делал так со своими ребятами. С Криптонит смог, и, ну, много ребят из новой школы. Ну, а как тебе вообще, ребята, новой школы? Нормально, что-то мне нравится, что-то я слушаю. У меня давно уже лет 10 нет там отражения, что вот, что новая школа — это плохо, раньше было лучше. Мне кажется, это такое дедовское обрежание. Как тебе удается держать эту планку? Ну, ничего такого особенного я не делаю, не стараюсь прыгнуть выше головы. Когда-то еще давно я понял для себя, что у меня не получается работать там в коммерции, в конъюнктуру. И вот, что называется, как бок на душу положил, так и пишу. Ну, а я с тобой не прощаюсь, потому что всегда на связи в наших социальных сетях. Телеграм-канал, Вайбхит и группа ВКонтакте, Мьюзик Ван Ти Ви. Подписывайся, оставляй свои комментарии, реакции и оставайся с музыкой первого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова